МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России прошла присяга в Академии ФСИН. Выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в единый день голосования. Губернатор избрался сроком на 5 лет. Главой региона стал Николай Любимов. Он получил 80% голосов избирателей. 18 сентября прошла инаугурация нового главы региона. Губернатор официально. В зале драмтеатра аншлаг. Политики, общественники, работники медицины и культуры, почетные гости. Всех не перечислить. И все они собрались не ради спектакля. Сегодня торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Рязанской области. И вот назначенный час. Весь зал наблюдает, как Любимов входит в театр драмы, поднимается и вот появляется в зале. Присутствующие встречают главу области аплодисментами. После небольшого выступления председателя избирательной комиссии Владимира Грачева, Любимов принимает присягу на Конституции и Уставе области. И, наконец, официально становится губернатором. Я, Любимов Николай Викторович, при осуществлении полномочий губернатора Рязанской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть верным народу Конституции Российской Федерации, уставу, основному закону Рязанской области, соблюдать федеральные законы и законы Рязанской области, честно и добросовестно выполнять возможные на меня высокие обязанности губернатора Рязанской области. После ему вручают должностной знак губернатора Рязанской области. Николай Любимов произносит торжественную речь, в которой еще раз говорит о приоритетах в своей работе. Привлечение в область инвестиций, развитие цифровой экономики, повышение качества медицинской помощи и строительства дорог. Победа на выборах – это огромная ответственность и перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и перед жителями области. Я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Впереди большая, серьезная работа. И начинает принимать поздравления. Слова напутствия звучат от представителя президента ЦФО Александра Беглова. А к поздравлению Беглов подарил любимому икону – символично образ Николая Чудотворца. Проблем будет очень много. Это строительство иного онкологического центра, июжного обхода, и много-много других вопросов, которые нужно решить в Рязанской области. Я бы хотел подарить вам на память эту икону, и пусть Николай Чудотворец оберегает вас и Рязанскую область. Во всех ваших благих причинаний. Икону Николая Чудотворца губернатору подарил и епископ Касимовский Исасовский Дионисий. Он зачитал поздравления от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Слова поздравления также прозвучали от члена Совета Федерации Игоря Морозова. На церемонии присутствовали представители администрации президента, правительства страны и Госдумы, областные и муниципальные чиновники, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели, а также экс-губернаторы Вячеслав Любимов и Олег Ковалев. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Провести выходной с пользой этим может похвастаться не каждый. Когда на улице теплая погода, хочется уехать за город и погулять по парку. Правда, любители спорта так не считают. 16 сентября около 5000 человек пришли на Соборную площадь поучаствовать в одном из самых массовых мероприятий – «Кросснации». Подробнее в следующем сюжете. Всероссийская акция «Кросснации» проходит уже в девятый раз. Правда, для нашего города мероприятие юбилейное. Уже пятый год подряд профессиональные спортсмены, любители здорового образа жизни, студенты, школьники и бизнесмены бегут рука об руку трехкилометровый «Кросс». Всего в Рязанской области было зарегистрировано около 20 тысяч желающих. Будут и пенсионеры здесь, и люди среднего возраста, и зрелые люди, и молодежь, и дети, и люди с ограниченными возможностями. Спорт не знает границ возраста. Он объединяет людей. Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пожонкова рассказала, с чего начиналась эта акция. Раньше была площадка только в городе Рязани. А теперь мы постепенно прирастали муниципалитетами. Сначала 10, потом 16. Сегодня все 29. Все 29 муниципалитетов бегут, имеют стартовые площадки в своих районах. Центральный старт состоялся на Соборной площади. Забег проходил в несколько этапов. Открыли соревнования юные бегуны – мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе, которым предстояло преодолеть дистанцию в 1 километр. Следом состоялся основной забег на 3 километра, старт которому дала заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. В кроссе нации приняли участие и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Они еще раз подтвердили, что спорт не знает границ. Участвовали в забеге и совсем юные спортсмены – годовалые Артем и Варвара. Победителями же взрослого забега на дистанции 3 километра стали Ксения Пляскина и Илья Кузнецов. Девушка участвовала в кроссе не в первый раз, но до этого она занимала только вторые и третьи места. В этом забеге ей достался самый главный приз. Ксения Пляскина поделилась секретом успеха. У меня папа тренер. И он тренировал нас и воспитывал сам в детстве, воспитывал нас победителей. И вот наконец-то его наука дошла до меня. Не прошли годы тренировок даром. Всем победителям вручены дипломы, кубки, медали и памятные призы. Но главной наградой дня стала незабываемая атмосфера и яркие эмоции. В прошедшие выходные в Академии ФСИН России 275 первокурсников присягнули на верность своей родине. Теперь они стали сотрудниками уголовно-исполнительной системы. По традиции это мероприятие было ярким и торжественным. На нем выступили и приглашенные военнослужащие из Рязанского училища ВДВ. Торжественная церемония приведения к присяге курсантов первых курсов состоялась солнечным утром в прошедшую субботу. Курсанты из 72 регионов Российской Федерации в этот день произнесли те слова, которые могут навсегда изменить их жизни. Присягаю на верность народам Российской Федерации. Служа закону, служу народу. Сразу же после принятия присяги родственники новоиспеченных курсантов вышли на плац, чтобы поздравить своих близких с большим событием. Многие из них приехали издалека. В этот день плакали от счастья и гордости за своих детей. Сегодня у нас тут сын. Мы рады и чувства переполняют. Извините, говорить не могу даже. Первокурсники вполне осмысленно отнеслись к новому этапу в жизни. Ведь начиная с августа они уже успели привыкнуть к учебе, к строевым и новому распорядку дня. План на будущее – достойно проявить себя в учебе, не подвести своих родителей, а также стараться и надеяться на лучшее в будущем. На главной трибуне перед собравшимися выступил начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов с напутственным словом для всех первокурсников. Каждому человеку в своей жизни приходится делать выбор, определяя свою дальнейшую судьбу. Вы выбрали нелегкую дорогу, в том числе тех, кто борется с преступностью и помогает наступившимся людям вернуться в общество. Пусть для каждого из вас, товарищи курсанты, слова присядет, произнесенные сегодня перед лицом своих товарищей, родных и близких, станут перелом всех ваших дел и послухов. В этом мероприятии приняли участие представители руководства Федеральной службы исполнения наказаний, представители органов государственной власти и управления региона, правоохранительных органов духовенства, воспитанники подшефных академий образовательных учреждений, ветераны, а также постоянный и переменный состав вуза. Кроме того, с показательными выступлениями на плацу представили свои программы не только представители академии, но и Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени Маргелова. В этот день не только десантники действовали синхронно. Первокурсники Академии ФСИН уже являют собой слаженный коллектив. В строю держатся красиво и подтянуто, и с интересом смотрят в будущее. Остается пожелать им удачи, а Федеральную службу исполнения наказаний поздравят с появлением новых сотрудников. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В воскресенье 17 сентября в Рязани произошло ЧП. На крышу одного из домов по улице Молодцова забрался мужчина с намерением покончить жизнь самоубийством. На месте событий побывала Галина Ершова. Попытку суицида предотвратили сотрудники МЧС и полиции. С крыши дома номер 5 на улице Молодцова они сняли 35-летнего мужчину. Операция началась в 12.40. К дому приехала пожарная лестница, смены караула и спасатели. Однако уже на месте выяснилось, что молодой человек прыгать и не собирался. Есть у нас один товарищ, который живет буквально в соседнем доме. И он очень любит это дело и, не знаю, может, позагорать решил. Но прыгать он точно, мне кажется, не собирался. Он просто лежал и в небо смотрел. Знакомый, да. Рядом здесь вот, напротив, не живет. А еще первый раз такое бывает? Ну, уже второй раз, по-моему. А первый раз когда? Ой, в том году, по-моему. В том году тяжело. А ты уже пытался спрыгнуть? Да, да, хотел вот отсюда. И с этой стороны. По словам местных жителей, это его второе представление за неделю. Он уже забирался на крышу четырехэтажного здания в субботу. Тогда пьяный молодой человек поскользнулся и чуть не упал. Однако основное внимание прохожих мужчина привлек именно в воскресенье. Может, он уснул просто. Потому что с утра, когда я ездила с ребенком в бассейн со старшим, он уже ходил тяжело. Поэтому я думаю, что он собирался точно прыгать. Предположительно, мужчина забрался на крышу не через подъезд, а по обычной пожарной лестнице. Ведь дотянуться до нее взрослому человеку не составляет труда. Он очень любит ту лестницу, по ней взбираться, чтобы флаг развивался. Живет мужчина в соседнем доме, но знает его весь район. Что сейчас подтолкнуло ранее судимого молодого человека на крышу, неизвестно. Однако, если бы он действительно хотел спрыгнуть, то мог выбрать одну из соседних многоэтажек. Ведь они в два раза выше. Местные жители склоняются к мысли, что это была безобидная шутка и желание позагорать в последние теплые дни. Однако, подобные действия могут привести к серьезным последствиям. Ведь вместо спасения тех, кому действительно нужна помощь, сотрудники МЧС и полиции приезжают на ложный вызов. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Согласно исследованиям, ежедневно побои от мужей терпят 36 тысяч гражданок Российской Федерации. Это только один из примеров бытового насилия. Пьянство, дебош, физическое и эмоциональное давление. Каждый день сотрудники полиции сталкиваются с такими обращениями. Они рассказали, как с этим можно бороться. Угроза жизни и преступление для многих мифическое и кажется недоказуемое. Ведь отличить фантазию от реальности сложно даже профессионалам. Для полицейских главным критерием в таких преступлениях является реальность угрозы. Поэтому, несмотря на изменение закона о домашнем насилии, сотрудники правопорядка по любому обращению выезжают на предполагаемое место преступления. Неизвестно, что происходит на том конце провода, когда звонят. Может быть, все что угодно. Мы обязаны отреагировать и потом уже разбираемся и в соответствии со сложившейся обстановкой принимаем решение. Или о возбуждении уголовного дела. Как правило, потерпевшими оказываются женщины, которые жалуются на домашнее насилие со стороны мужей или сожителей, распускающих руки. В последнее время все чаще поступают обращения от жертв, которых пытались задушить. Когда руками хватались за шею, после этого обязательно должны, ну не обязательно, но очень часто остаются какие-то следы ссадины, кровоподтеки. Тогда уже сомнений не возникает о том, что это было. И в том числе также важны показания свидетелей. Однако очень часто семейные ссоры происходят за закрытыми дверями, когда рядом никого нет. В этом случае собрать доказательства вины сложнее. При этом из одной семьи заявления могут поступать систематически. Так, в Клепяковском районе мужчина оказывается под следствием по два раза в год. Причина скрывалась в регулярных скандалах и неблагополучной обстановке в семье. Данное преступление не относится к тяжким. Оно является преступлением небольшой тяжести, где максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы. В основном судами применяется такое наказание уголовное, как обязательная работа. Сотрудники полиции подозревают, что уголовных дел по данной теме могло быть намного больше. Однако люди не спешат выносить ссоры за СБ. Приходится взвешивать, что важнее – сохранение семьи или личная безопасность. Факт обращения в полицию, он уже сильно влияет на обстановку в семье. И, как правило, дебошир начинает вести себя совершенно по-другому. Он, естественно, начинает бояться, он боится последствий своего деяния, он боится сесть в тюрьму. Сам факт того, что полиция начинает в этом разбираться для них уже неприятен, и обстановка на какое-то время нормализуется. Это видно, и сами потерпевшие об этом говорят. Однако злоупотреблять и пытаться таким образом насолить супругу или сожителю не стоит. Ведь задачу заведомо ложных показаний грозит уголовная ответственность. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сентябрь – последние теплые деньки. И курс на осень. Но многие стремятся продлить лето, которое в этом году и так не баловало жаркой погодой. В туристических агентствах – наплыв желающих. В теплых странах – бархатный сезон. Какие направления выбирают рязанцы? Солнце, жара и теплый ветерок. Сейчас на улице стоит именно такая погода. Начался бархатный сезон, и рязанцы стараются выбраться за границу и отдохнуть. Причину этого нам объяснил директор турагентства. Почему бархатный сезон? Потому что люди хотят продлить лето. Люди осенью хотят получить кусочек солнышка, заряд энергии, зарядиться этим солнышком на зиму. Рязанцы планируют отдых в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей. Та часть населения, что позаботилась о своем отпуске заранее, уже отдыхает на пляжах Кипра или Греции. Самое первое и самое большое количество запросов – это Турция. Потому что люди думают, что в осенний период Турция снизит цены, этот отдых станет более доступным. Теплое море, фрукты. К тому же жара уже отступила. Поэтому такое направление в осенний период всегда предпочтительней. Второе место, где рязанцы любят отдыхать, занимает Тунис. Есть желающие отдохнуть и в России. Есть запросы – это мало, но есть. Кавказские минеральные воды, лечение. Ну и тот ряд туристов, кто по каким-либо причинам не может выехать за границу, конечно, предпочитают курорты Краснодарского края. В осенний отпуск желающих отдохнуть культурно набирается считанные единицы. В большинстве своем все предпочитают песчаный пляж и теплое море. Вне зависимости от того, приходится ваш отпуск на осень или нет, его надо планировать заранее. Тогда точно получится и на пляже отдохнуть, и мир увидеть. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Дождь, гроза и сильный ветер. О таком изменении погоды МЧС информирует рязанцев в своем сообщении. По данным ведомства, ночью и днем 19 сентября местами на территории региона ожидается гроза, дождь и сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. МЧС напоминает, что при непогоде нельзя стоять вблизи высоких деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. Японские автомобили ценятся по всему миру своим качеством, надежностью и безопасностью. В минувшие выходные Рязань стала еще ближе к месту восхождения солнца. В автосалоне «Фёст Авто» на московском шоссе 42 открылся дилерский центр «Судзуки». Эта марка автомобиля уже полюбилась рязанцам. Атмосфера далекой страны Японии царила в день официального открытия «Фёст Авто» в Рязани. Символическую ленточку на праздники совместно перерезали исполнительный директор Рязанского автосалона Александр Цибизов и Киити Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус», коренной японец, который сейчас возглавляет компанию «Сузуки» в России. «Однозначно для нас очень важно открытие компании «Фёст Авто» в Рязани. В этом году у нас стоит план по увеличению объема продаж. Поэтому и участие, и влияние «Фёст Авто» на этот показатель для нас важен и нужен как фактор достижения нашей цели в этом году». Сумида Сан пояснил, что автомобили «Сузуки» являются одними из самых топливноэкономичных, поскольку в Европе в этом отношении марке приходится справляться с конкуренцией. Топливная экономичность была достигнута благодаря новым технологиям и облегченному кузову. Рязанцы уже успели оценить этот невероятный плюс. Фактически, продажи автомобилей в этом дилерском центре начались раньше, и первые покупатели в день официального открытия получили почетные грамоты и ценные подарки. «Машина была в наличии с ПТС, ждать ее уже не надо было. Никаких дополнительных допов, что очень порадовало, в отличие от конкурентов, не навязывалось. Это тоже сразу же склонило к приобретению именно данной марки». Приобретенная Андреем Сузуки Витара в прошлом году стала лучшим компакт-кроссовером по версии журнала «За рулем». Большой клиренс, совместительный багажник, комфортный салон, различные режимы работы автомобиля, минимальный расход топлива. Все это с первого взгляда привлекло и другого покупателя. «Да, конечно, автомобиль оснащен многими системами помощи и трогания при подъеме, также для пробок, очень достаточно удобно. Это все плюс мы купили данный автомобиль с турбированным двигателем, так это вообще просто замечательно. Он в динамике, конечно, выигрывает очень у многих машин». Федор Пронин долго выбирал между марками машин, но признался, что японское качество и грамотные специалисты этого автосалона выигрывают на остальном фоне. К тому же в First Auto регулярно действуют различные акции. Так, недавно гарантию на автомобиль здесь можно было получить на 5 лет. «По программе Trade-in 100 тысяч рублей скидка сейчас в данный момент. Есть очень интересные финансовые программы, Suzuki Direct, сниженный процент ставка от 7,9, а также программа Suzuki Finance со скидкой 40 тысяч рублей на автомобиль дополнительный. То есть практически клиент, покупая автомобиль, получает каско в подарок». Не за горами и заснеженные дороги. И что касаемо зимних шин, покупателей ждет приятный сюрприз. Новая жизнь для вас может начаться именно здесь, в автосалоне First Auto. Те, кто побывал на его открытии, навсегда запомнят этот день. Для многих он стал поворотным. Автосалон First Auto. Московское шоссе 42. Телефон 502-503. Анна Герцовская, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Караси 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 Редактор субтитров А.Семкин